4 сентября 2018 года в СМИ было объявлено об открытии мэра движения автотранспорта участка СВХ от шоссе-энтузиастов Дом-Карт по районам Вишники и Перу. А так, я считаю, необходимо официально сообщить моему кандидату и всей общественности следующее обстоятельство. В настоящий момент СВХ не принято в эксплуатацию. Фонда не стала официально объектом уличной дорожной сети, не поставлено на кадастровый учет, не подписан акт сдачи приемки объекта. По нашим данным в настоящее время идет проверка Генпрокуратуры по запросу капитата Елены Шиваловой по нарушениям законодательства в отношении Люберецкого канализационного коллектора. Проверка не окончена на данный момент. Нет главного документа, разрешения на отвод объекта в эксплуатацию. Его никто нигде не видел. Как вы видите, движение в настоящий момент открыто. Мэр Собянин объявил на открытие, что по всей длине хорды были установлены шумозащитные экраны. В Вишниках таких экранов нет вообще. Кроме маленького окрызка у храма успеть. Все жилые дома по аллее 1-й маевки, улицам Косинская и Красный Казанец остались беззащитными от шума шестиполосной автотрассы и еще от шума РЖД и метро. Тысячи жителей, старики и дети – это полный ужас. Абсолютно наплевать на жителей. Невозможно спать. Дышать нечем. Требуем срочно решить вопрос с шумозащитными экранами, как было обвечено мэром Собянином на встрече с жителями. Такой вот тротуарчик. Построен всего один переход. Весь огромный пассажиропоток проходит через один единственный переход под СВК. Пешеходные потоки огромные. Десятки тысяч людей в день пользуются транспортным узлом Выхина со стороны Вишняков. Теперь СВХ практически отрезало многотысячный пассажиропоток на платформу Выхина, Казанской РЖД и станцию метро Выхина, Таганско-Краснопресненской линии метро. На площади со стороны Казанца просто месиво из людей, маршруток и автобусов. Уже были случаи наездов на пешеходов. Никто не собирается принимать меры, чтобы упорядочить такой большой и важный узел. Управа и префектура молчат. Каждый день десятки тысяч людей пользуются. Это сравнимо с работой городского вокзала Москвы, например, Казанского и Ярославского. Это просто Армагеддон на выход. Вот подо мной Новый Люберецкий коллектор канализационный. Трасса СВХ, вопреки законодательству, построена на трех тоннелях Люберецкого канализационного коллектора. Тоннели были санированы, строители назвали эти меры укреплением. Но автопоток с тяжелыми фурами продавит тоннели, и машины провалятся. Половина Москвы останется без канализации. Это грозит техно-экономологической катастрофой в масштабе мегаполисов. Движение СВХ должно быть остановлено до момента принятия объекта МДС в эксплуатацию, то есть подписания акта приемки. В настоящем деле движение частного транспорта по СВХ в районе Мишвяки представляет опасность для жизни. Вот единственный отрызок пыли грязезащитного экрана перед храмом, и то не построенный полностью. Виброзащитный ров, который предусматривался для защиты храма от вибрации, так и не построен. Храм Успения Вишняках находится под угрозой разрушения. Так, вот, в первый раз точно корды это. Идем мы такие по тротуару. Идем, идем, идем. Мало того, люк торчит. Асфальт вот так вот уложен, да? Так еще и опираемся в сырой асфальт. Какую-то фигню. Вот и вынуждены по этой фигне идти. Вот. А дальше его вообще нет. Вон он так дальше идет. Дорога открыта, машины по ней уже ездят. Там такая же история с тротуаром. Видите? Вот так. А тут еще есть бочка. Сторонний предмет на правитель части. Надо бы сейчас полицию вызвать. Чтобы их не убрали. И снова мы идем по открытому Собянинам тротуару. И упираемся в такие штуки. Угры какие-то, ямы. Тут все разрыли, понятно. Вот такой вот тротуар. И там дальше такая же история. Вот так вот участок ведем в эксплуатацию. К выбору. Северо-восточная хорда. И вот дома. Жилые дома. Явно меньше, чем в 500 метрах от этой хорды находится. Меня зовут Кринцова Ирина. Я архитектор, житель района Вишняки. В настоящее время открыто движение по северо-восточной хорде по району Вишняки. 4 сентября было движение открыто. Мы видим, что между жилыми домами на улице Красный Казанец и краем северо-восточной хорды расстояние не более 110-120 метров. Соответственно, мы считаем, что должны быть установлены шумозащитные экраны. Существует распоряжение Федерального дорожного агентства от 13 декабря 2012 года номер 995-Р, где пункты 1125 и 1127 указано, что если расстояние до трассы меньше 500 метров, то должны устанавливаться шумозащитные экраны или шумоотражающие экраны. Мы видим сейчас, что никаких шумозащитных экранов по улице Красный Казанец нет. Соответственно, мы видим, что все дома, которые выходят на улицу Красный Казанец, подвергаются повышенному шумовому воздействию. И ничем не защищены от шума шестиполосной транзитной трассы, которая загружена автомобилями и грузовым потоком круглосуточно. Люди не могут ночью спать. И уже пошли огромное количество жалоб на мэрию с требованием принять меры по установке шумозащитных экранов, так как спать совершенно невозможно. Старики и дети при любом открытии окна весь шум попадает в квартиры. Тысячи людей, у которых окна выходят только в одну сторону, на улицу Красный Казанец, и такая же ситуация на улице Косинская. Так, а у вас же тут деревья были? Значит, здесь была лесозащитная полоса и два ряда гаражного комплекса кирпичного, которые являлись таким естественным препятствием для шума от РЖД, Казанского направления, железнодорожного направления. Сейчас хорда прошла на месте гаражей и частично с зеленых насаждений, которые практически вырублены. Мало того, вырублены кусты, и получается, что шум от хорды добавился к шуму РЖД. Так, вот женщина у нас с собачкой гуляла. Вот как раз может сказать нам еще пару слов по поводу открытия северо-восточной хорды. Я Свинухова Наталья Михайловна. Проживаю на улице Снайперской, дом 15, дробь 11. И практически дом мой находится рядом с дорогой. Он торцом стоит, и очень невозможно, сейчас стал такой шум, очень невозможно ни ночью спать нам не дает, и машины ездят, то и дело. И почему не сделали шумоизоляцию? На той стороне сделали, я смотрю, а на нашей стороне ничего нет. Я требую от Собянина, чтобы он принял во внимание мою просьбу. Так что, чтобы шумоизоляция была, потому что невозможно. Ни окно открыть невозможно, потому что шум стоит мало, потому что у нас... А спать тем более невозможно. Даже ночью, когда машин мало, все равно идет шум. Очень. Так что шумоизоляция обязательно должна быть. И я прошу вас, Собянин, обратите внимание. Вот скажите, пожалуйста... От всех жителей, не только от меня, от всего дома. Не только от моего дома, а от домов, которые... Вот я встречаю людей с собаками, которые гуляют, рядом стоят дома тоже. И тоже очень возмущаются. Скажите, пожалуйста, а может ли вот такое подобное наплевательское отношение на жителей сыграть негативную роль на выборах мэра? Может, конечно. Мы тоже идем на выборы. И очень, как говорится, вот это все наши люди, которые здесь проживают рядом с дорогой, они могут проголосовать против Собянина. Я так считаю. Все, спасибо. Пожалуйста. Я живу на улице Красный Казанец. Окна выходят на ТПУ Быкина. Это бесконечное количество стран. Стоят здесь почти круглосуточно, не выключая моторы. Полос. 9 полос от стойника вот этого вот автобусного. Красный Казанец. 4 полосы. Потом Корда. Потом РЖД. Метро. И улица Хлобыстова. Сосчитать очень сложно сколько всего. Так сказать, полос в ряд получается. Дышать нечем. Окна приходится закрывать. На подоконниках черная пыль. Вот все время с насморка. Очень шумно. С 4 числа как открыли проезд по Северо-Восточному. Так как вы считаете, кто виноват в этом? Кто может нести ответственность вот за такое наплевательское отношение к жителям со стороны властей? Я писала по поводу этого. Насколько я понимаю, что мэр Москвы Собянин решил пересадить всех на городской транспорт. Поэтому за последний год количество автобусов и городских увеличилось в несколько раз. Если посмотреть, например, на Акафу даже Яндекса, то здесь вот где-то там далеко несколько штук. В час это немыслимо. Это еще не час пик. В час пик просто они не могут даже выехать отсюда. Как вы думаете, должны ли жители перед предстоящими 9 числа выборами задуматься о том, стоит ли голосовать за действующего мэра или нет? Вот судится данным фактом, да, как вы живете тут среди автобусов, дорог, и как никто вас не защищает от этого всего? Ну, так как я столкнулась с такой проблемой и с такими нарушениями, и я считаю, что нужно, да, призадумываться, за кого голосоватать свой голос. Я считаю, что Собянин не может больше быть и порогать Москву. Нам нужно другой проект. Собянин не может быть и порогать Москву.